привет друзья меня зовут евгений и вы смотрите канал view pro news и сегодня у нас видео необычное это распаковка как вы видите распаковка nintendo switch как ни странно до сих пор на нашем канале почему-то не было распаковки то есть был обзор двухнедельного пользования ну и дальше уже выходили статьи различные поэтому сегодня мы решили исправить эту оплошность и заснять распаковку и так это консоль которую я приобрел буквально сегодня и я даже еще не заглядывал что там у нас внутри поэтому но только как видно пленочку я с нее снял чтобы здесь уже на видео с ней не мучиться итак посмотрим заглянем так сказать заглянем так под капот так что у нас здесь здесь показаны блоки питания и куда их подключать что нужно сделать а но это видимо подключить джейконы консоли и так ну наверняка многие из вас уже видели распаковки поэтому не здесь ничего нового я вам в ряд но не покажу но так скажем для галочки мы это дело посмотрим вот они какие джейконы я смотрю честно говоря до этого не держал саму консоль в руках и мне казалось всегда на видео что они достаточно такие большие то есть не не настолько они маленькие мне казались хотя другой стороны достаточно все удобно держать и кнопочки удобно нажимается и в принципе на то на что жаловались некоторые что стик да и кнопками здесь управлять как-то будет пальцем тесно но моим пальцем по крайней мере места хватает так это у нас курок еще кнопка у меня версия консоли с разноцветными джейконами второй он такой достаточно прям яркий прям глаза можно сказать глаз режет ядовитый такой цвет но выглядит приятно и на ощупь очень очень тоже это приятно ощущать так это вот кнопки зажима насколько я помню ну в принципе здесь все то же самое единственное что здесь у нас идут стрелочки здесь это стандартные кнопки и by x плюс минус кнопка home кнопка для захвата роликов то есть на данный момент ролики там по 30 секунд в некоторых играх поддерживаемых можно записывать ну что достаточно удобно так скажем для сравнения вот у меня здесь есть 3ds new вот ее кнопки и кнопки на джейконе ну видно что немножко все таки на джейконе кнопочки поменьше но при этом мы ну я бы не сказал что это как-то сказывается сказывается на удобстве пользование этими кнопками единственный момент вот сейчас я чувствую не знаю как это будет в джейкон гриппе использую но вы насколько это удобно будет но вот такое ощущение что нажимая b можно задевать стик хотя на том же джейконе джойстике вот xbox а там ну такое же расположение насколько помню такой же наоборот ну то есть тоже я думаю не мешает в процессе ну посмотрим так джейконами вроде разобрались пока ну достаем непосредственно сам свеч вот он красавец кстати он тоже такой достаточно маленький ну как маленький опять же по видео по обзорам мне все таки казалось что он как то будет побольше хотя я знал прекрасно его параметры знал что там экран 6 с лишних дюймов и что это ну не такое уж большое устройство то есть у некоторых вот телефоны можно сказать вот такого размера с которыми они ходят разговаривают конечно но по толщине не такие но вот так вот в руку вполне можно брать и и звонить ну опять же чтобы сравнить 3ds да это у нас спереди так скажем здесь у нас по толщине видно 3ds по чуть чуть потолще и по высоте примерно вот так ну естественно по экранам можно ну то есть экраны на свече все таки экран точнее больше ну и вот например мой рабочий инструмент планшет а galaxy tab а galaxy note 8 да galaxy note 8.0 старенький планшетик но очень удобный в работе то что он компактный во первых ну при этом не сильно на нем можно и посмотреть что то и то есть такой оптимальный размер экрана ну и плюс конечно вот самсунговский стилус у него есть очень удобно пользоваться вот и соответственно у него экран 8 дюймов как понятно из его названия здесь 6 по толщине так ну это как бы немножко такое сравнение по размерам так что у нас здесь подставочка кстати открывается она достаточно легко я помню в ранних обзорах многие жаловались что вот эта подставка она прям очень сильно ну точнее очень тяжело открывается но в данном данной ревизии она открывается легко и так же легко закрывается под этой подставкой подножкой здесь разъем для SD-карт находится динамики здесь у нас вход USB Type-C для подзарядки ну и подключение к док станции здесь у нас решетка охлаждения соответственно разъем для картриджей игровых разъем для наушников так ну здесь громкость больше меньше и кнопка включения ну и соответственно так включим да включим мы его чуть чуть попозже посмотрим что еще здесь здесь у нас больше ничего нет так коробочка коробочка ну начнем вот наверное что тут инструкция ну как обычно этого добра всегда ну хотя кстати инструкция достаточно маленькая и наконец-то Nintendo догадались что можно на бумаге сэкономить даже не то что сэкономить а можно спасти не одно дерево перенеся инструкцию в электронный вид здесь у нас кабель HDMI в комплекте идет могу ошибаться но нет по-моему он всегда шел в комплекте почему-то мне казалось что кто-то жаловался на отсутствие кабеля но также блок питания вот в другую сторону вот это блок питания тоже идет в комплекте тоже что-то такое слышу но опять же могу тоже ошибаться USB Type-C блок питания так сейчас посмотрю так 1 ампер а выдает 5 вольт полтора ампера да 5 вольт полтора ампера да ну то есть такой кстати большой блок питания я так думаю для надежности для того чтобы его длительно можно было использовать у меня с ВИО тоже там блок питания но конечно они намного больше вот ВИО и причем геймпад отдельно заряжается сама ВИО тоже отдельно блок питания но нареканий никаких у меня не было так кабель кабель есть просто мне казалось что раньше комплектовали просто кабелем и типа используйте вашу зарядку от мобильного телефона но оказывается кабель то есть блок питания вместе с кабелем идет не отсоединяемый это у нас насадки так к сожалению я вот секундочку к сожалению не помню как они точно называются эти насадки ну тоже думаю вы наверняка все это уже знаете и без меня так плюс плюс вот сюда да да надевается все защелкнул сюда защелкнулся и чтобы можно было играть более удобно и при этом можно было на руку его надевать еще какой-то блок чего блок а это чтобы снимать нажимаем нет здесь нажимаем а где нажимать а вот ну то есть здесь с таким да с усилием приходится снимать и вот про это я тоже кстати у кого-то слышал но я так думаю что это поначалу а дальше уже конечно можно будет вполне быстро это снимать надевать ну то есть разработается так скажем разъем ну это второй такой же шнурочек с насадочкой так что у нас здесь ну это вот у нас джойкон грипп насадка которая в которую вставляется джойконы для того чтобы можно было играть как стандартным контроллером ну почти стандартным ну по крайней мере чтобы можно было его достаточно удобно держать здесь вот хваты такие для рук ну так сидит я так сказал вполне нормально кнопочки нажимаются удобно стики тоже в принципе конечно не как контроллер от вью вот контроллер от вью вью pro контроллер и вот такой вот у нас джойкон грипп вместе вставленными со вставленными джойконами сзади ну тоже формы немножко отличается ну вью про контроллер конечно может держать очень удобно и насколько знаю ну пока не официально но в свитч есть поддержка внешних контроллеров у нас кстати на канале есть видео на сайте точнее вью.про есть видео где Дмитрий Бачила как раз использует специальный переходник для того чтобы отключать внешние контроллеры не для свитча а там от вью например или от xbox так с этим разобрались и что у нас тут последний элемент нашей коробочки да здесь остальное все пусто это у нас одна из важных частей особенно для меня так как я больше предпочитаю играть дома а не где-то там в поездках это док станция для подключения к телевизору так здесь у нас должна да вот так открывается здесь подключается у нас есть usb выход и еще для адаптера подключения здесь отверстие для того чтобы это по-моему вентиляция так ну вот здесь вентиляционное отверстие будет здесь какое-то ну видимо тоже для этих же целей так вот так она выглядит тоже достаточно компактная здесь еще два usb это видимо можно либо внешне еще подключать жесткие диски флешки ну и клавиатуру мышку ну клавиатуру точно поддерживает свитч мышку не помню по-моему пока нет ну может быть все будет то есть браузер же планируется поэтому почему бы и нет не добавить такую поддержку так снимаем вот кстати с гриппа достаточно легко снимается джайконы кнопочку нажимаем и легко это все дело вытаскиваем так это у нас сюда это у нас вот то что идет в комплекте плюс инструкция плюс у нас насадочки на джайконы джайконы мы воткнем ниндендо свитч да характерный звучок прозвучал ну ну что я скажу достаточно такое надежное по крайней мере в в руках чувствуется что это это не какая-то там китайская поделка ой я ее случайно включил так ну дальше выбор языка это у нас уже следующий этап и мы вот так помещаем то есть все встало вытащили и обратно вставили не знаю как на моей версии будет ли какие то что то царапаться ну конечно пленочку или стекло нужно будет прикупить и наклеить все таки это портативное устройство предназначенное для ношения ну на этом все спасибо за внимание вы смотрели канал view pro это был евгений всем пока и